Жаккардовый мотив Схему этого мотива вы найдете на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Начинаем вязать этот мотив со скользящей петли. Причем скользящую петлю мы делаем ниточками двух цветов. А дальше вяжем одним цветом. На ниточку второго цвета мы будем вплетать в эти столбики. Здесь мы делаем восемь столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затягиваем нашу скользящую петлю. Соединяем этот ряд соединительным столбиком. И дальше будем вязать по кругу по спирали без петель подъема. Здесь у нас восемь столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Первый столбик следующего ряда мы вяжем первым цветом. Но второй этап провязываем вторым цветом. Второй столбик на этом же столбике первого ряда. Начинаем вязать вторым цветом, заканчиваем первым цветом. И так на каждом столбике, то есть на следующем столбике так же. Начинаем вязать первым цветом, заканчиваем вторым. Начинаем вторым, заканчиваем первым. И так идем по всем столбикам. Их у нас восемь. То есть получаем вот такую вот. Довяжу до конца, пойдем дальше. Вот я довязала этот ряд. Дальше идем по спирали. И все столбики вяжем за заднюю стенку. Первый столбик будет вот. Начинаем его первым цветом. А вот на этом столбике вяжем два столбика вторым цветом. То есть делаем расширение. Один столбик вяжем целиком первым, вторым цветом. А второй, начиная вторым цветом, заканчиваем первым. То есть вот вторым цветом у нас два столбика. Теперь один столбик. Начинаем первым цветом, заканчиваем вторым. Здесь один. Здесь один вяжем целиком вторым цветом. Второй столбик. Начинаем вторым цветом, заканчиваем первым. Следующий столбик первым цветом, заканчиваем вторым. Дальше столбик целиком вторым цветом. И столбик, начиная вторым, заканчиваем первым. так идем обвязываем ведь этот ряд я закончил этот ряд лучше потом вот пока это можно посчитать а дальше лучше как-то отметить маркером там или вот этой ниточкой можно начало ряда я его отмечу сейчас у меня пойдет следующий ряд следующем ряду вяжем 2 столбика первым цветом один год на столбике этого цвета 2 на столбике дорогу цвета заканчиваем вторым цветом на столбика второго цвета будет всегда два на одну то есть это будет расширение 1 целиком 2 цвета 2 2 столбик начинаем вторым цветом заканчиваем первым дальше два столбика первым цветом заканчиваем 2 2 столбик вторым цветом и второй столбик начинаем вторым заканчиваем первым два столбика первым цветом 2 также заканчиваем вторым цветом и так обвязываем этот ряд вот это вот у меня отмечено начало ряда то есть начало и конец вот до этого до этой ниточки обвязываем по 2 столбика каждым цветом я довязала этот ряд теперь что делаем следующем ряду будет три столбика первого цвета два из них целиком первым цветом все за заднюю стеночку а третий вот который на начинается на столбике второго цвета начинаем первым цветом заканчиваем вторым и всегда вот этот из второго столбика мы делаем прибавку каким-то образом первый столбик вяжем целиком одним цветом 2 ночь из этого на этом же столбике начинаем вторым заканчиваем первым дальше 3 столбика первого цвета 3 заканчиваем вторым цветом столбик вторым цветом и в этом на этом же столбике начинаем вторым заканчиваем первым то есть вот у нас сектора вот эти вот которые связаны первым цветом расширяются а второй цвет всегда вяжется вот на втором столбике вяжется 2 то есть это будет прибавка и так вот расширяем этот мотив то нужны нам величины вот такой мотив у меня получился как то я связала побольше я немножко не по схеме вязала там по 3 ряда вот первым цветом 3 ряда потом вторым и вот этим дополнительным цветом полосочки можно эти цвета комбинировать в любом сочетании и опять же этот мотив может быть любого размеры то есть вплоть до коврика какой-то подушки чего угодно то есть по такому принципу вот можно продолжать вязать здесь и остановилась вот таком размере можно сделать его гораздо больше использовать для сумочек подставочек сидушек ковриков чего угодно вот такой вот интересный способ вязания подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у меня еще много разных вязальных идеи и хитростей у нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем не пропустите все это удачи вам и легких петелек петелек